Всех приветствует Компьютерная Академия и наш партнер сайт ixbt.com. Сегодня хороший вопрос. Винда 10 или 11 в кармане? Подборка самых компактных устройств на винде 10 или 11 с Алиэкспресса. Как вы знаете, необходимость иметь в кармане устройство с полноценной десктопной операционной системой может быть вызвана самыми разными причинами. От настройки различного оборудования и работы со специфическим программным обеспечением до просто приверженности к определенным видеоиграм, программам и так далее, которых нет на мобильных платформах. Итак, мы предлагаем рассмотреть наиболее компактные девайсы на винде, что можно найти на Алиэкспрессе. Винда 11, 10 есть. В подборке представлены только самостоятельные устройства с собственным дисплеем. Современные мини-ПК могут быть еще меньше, конечно, размеров, но зато это преимущество нивелируется габаритами внешнего монитора и периферии для управления. Итак, поехали смотреть на интересные железяки. Итак, представляем первый гаджет нашего обзора – HighGoal 1 Pro. Довольно-таки веселая штука. Итак, миниатюрный планшет от HighGoal с предустановленной 11-й виндой Pro на борту обладает сенсорным экраном с диагональю 5,5 дюйма с разрешением 720 на 1280 пикселей. При габаритах 142 мм на 91 с копейками на 17 с копейками гаджет весит 200 грамм. Это очень хороший показатель. Внутри установлен 4-х ядерный Procec Intel Teleron J4125 с тепловыделением 10 Вт, что позволяет устройству нормально работать без активного охлаждения. Аккумулятор на борту 2500 мАч, который обеспечивает аж 3 часа автономной работы. Интересная железяка. Кинул в карман и пошел 11-й виндово с кармани. Следующий гаджет нашего обзора – RUGLINE RT-I55H. Итак, данная пара, данное устройство работает на 10-й винде, и оно оснащено экраном 5,5 дюйма. Сенсорный дисплей, опять-таки. А разрешение здесь уже Full HD. У этой железяки намного меньше возможности для подключения периферии. Здесь только один USB 3.0 и microUSB. Зато помимо Wi-Fi и Bluetooth есть поддержка GPS, NFC Plus, и имеется слот для SIM-карты. Коммуникация довольно-таки неплохая. Опциональный девайс может комплектоваться сканером штрих-кодов. В качестве процессора здесь используется 4-ядерный Intel Atom X5 Z8350 с 4 ГБ ОЗУ и флеш-накопителем аж на целых 64 ГБ. Корпус устройства защищен от попадания пыли и воды в соответствии со стандартом IP65. Интересная железяка с хорошей коммуникацией. Двигаемся далее. Следующий аппарат Anbernic Win600. Скажем следующее. Аппарат довольно-таки интересен. Фирма Anbernic известна в первую очередь как производитель ретро-консолей на Linux и Android, а вот модель Win600 стала их первым устройством на 10-й винде. Диагональ экрана 5,94 и разрешение 720 на 1280 точек. Процик AMD Атлончик стоит 3020Е и либо 3050Е. Оперативы либо 8, либо 16. 16, конечно, лучше. Благодаря наличию портов HDMI и Type-C, Type-C поддерживают DisplayPort и USB Type-C, то можно подключить сразу два внешних монитора к этой железяке. Довольно-таки хороший параметр. Консоль весит уже 490 грамм и имеет размеры 236 мм на 103 и на 22 мм. Достойно интересная железяка, особенно когда там будет 16 ГБ. Ну а теперь еще интересная железяка, GPD Micro PC. Ничего так железяка, ноутбук, блин, целый. Итак, диагональ дисплея GPD Micro PC всего 6 дюймов. И тем не менее, это полноценный ноутбук. Да, еще и на 10-й винде Pro. С тачпадом, активным охлаждением и богатым набором интерфейсов. Вы даже не представите, здесь даже имеется разъем RS-232 или Comport. Размеры этой железяки в сложенном виде 153 мм на 113 и на 23 с копейками миллиметров. Масса 440 грамм. Устройство оснащается четырехъядерным проциком. Celeron N4120, SSD на 256 ГБ и достойные 8 ГБ ОЗУ. На задней крышке есть отверстие для крепления к кронштейну. Ноутбук в кармане. Ну а теперь следующая довольно-таки крутая железяка GPD Win 4. В сложенном виде GPD Win 4 внешне сильно напоминает консоль PC Vita. И хотя Win 4 по всем измерениям превосходит консоль от Sony, но это не мешает ему быть одним из самых портативных устройств на 11-й Винде, да еще с физической клавиатурой. По цене Win 4 можно сравнить с полноразмерным китайским игровыми ноутбуками. Но объясняется это производительной начинкой. Сюда, в Мастыриле, восьмиядерный AMD Ryzen 6800U со встроенной GPU Radeon 680M на архитектуре RDNA 2, а также твердотельный накопитель на 1 ТБ и 16 ГБ ОЗУ. Опционально предполагается небольшой внешний модуль для установки сим-карт. Ну железяк, купительный, если честно, можно брать. Ну а теперь PIPA W7. Аппарат называется нетбуком, и он не может похвастаться таким обилем интерфейсом, как GPD-шка MicroPC и так далее. Зато при значительно более низкой цене он предлагает довольно-таки хороший объем оперативной памяти 12 ГБ. И среди доступных конфигураций есть варианты с SSD объемом до 1 ТБ включительно. Расплачивается W7 несколько меньшей портативностью. Диагональ экрана на дюйм больше, чем у MicroPC. А размеры устройства в сложенном состоянии 185 мм на 141 и на 20 мм. При весе уже 700 грамм. Но железячки все равно интересные. Ну а теперь по окончании нашего видео. Шикарнейший наборчик, шикарнейший аппарат One Notebook A1 Pro. Это миниатюрный ноутбук, может похвастаться разъемом RS-232. Кто не знает, это Comport называется. И с 7-мидиумовым экраном с поддержкой работы с цифровым пером. Доступно в качестве опции. И возможность вращения экрана на 180 градусов. Это довольно-таки неплохо. Доступна только одна конфигурация с ОЗУ, ПЗУ. ОЗУшка это 16 гигабайт DDR4 и 512 гигабайт SSD. Хорошие показатели. Зато на выбор предлагаются два процессора. Или Intel Core i3. 11-е поколение. 1110 G4. Это два ядра, четыре потока. Или немножко по солидней. Core i5. 1130 G7. Это уже четыре ядра и восемь потоков. Но вот это уже железяка будет нормальная. Сюда, так сказать, 11-ю винду поставить. При таких показателях там все летать будет. В кармане будет довольно-таки интересное железо. Если честно, в былые времена я бы такую себе штуку и приобрел бы. Так что удачи вам в выборе довольно-таки интересных железяк с Алиэкспресса. Китайцы.